Всем привет! Меня зовут Евгений Базаров. Я психолог-травмотерапевт, гипнотерапевт и системный расстановщик. Я помогаю мужчинам и женщинам избавляться от психосоматических симптомов, страхов и других дискомфортных чувств, а также работаю с бессознательными ограничениями в сфере отношений и личных финансов. Вот далеко не полный перечень тем, с которыми я работаю каждый день. Я использую авторский метод работы с детскими травмами и другими бессознательными ограничениями, что позволяет достаточно быстро и эффективно создавать значимые изменения в чувствах и поведении моих клиентов. В этом видео я расскажу о системных расстановках или расстановках по Хеллингеру, как их еще называют. Я постараюсь подробно рассказать о том, как выглядит этот метод, да, как он появился, в чем его отличие от других методов психотерапии существующих, да, и почему именно этим методом я пользуюсь как одним из основных в своей психотерапевтической работе. Если вы хотите прийти на группу по системным расстановкам и увидеть все своими глазами, под этим видео вы найдете ссылку на мой сайт. Там же вы можете скачать памятку для заместителя и гид по системным расстановкам. Не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на наш канал. Итак, метод системных расстановок по Хеллингеру. Расскажу о том, как работает этот метод, да, какие роли есть для участников, да, что происходит на группах, да, за счет чего возникает терапевтический эффект. Итак, начать мне хотелось бы с понятий, да, на рынке существует несколько названий одного и того же явления, одного и того же инструмента психотерапии, да, который называется системные расстановки. Да, их называют также семейными расстановками, расстановками по Хеллингеру, системными расстановками. Вот, разницы на самом деле никакой нет. Это, как бы, синонимы, которые описывают один и тот же психотерапевтический инструмент, да. Я стараюсь использовать в основном термин системная расстановка, потому что расставлять можно не только семейные системы, да, не только родовую систему. Поэтому расстановка может использоваться для работы с организациями, с политическими объединениями, да, с крупными системами, да, такими как страна, народ, человечество и некими крупными абстрактными понятиями. Вот, поэтому я скорее стараюсь использовать термин системная расстановка. Вот, ну и, соответственно, Хеллингер также не единственный человек, который этот метод применяет, да, и в целом не является первым, кто расстановки использовал. Поэтому расстановка по Хеллингеру тоже мне нравится чуть-чуть меньше, чем название системная расстановка. Ну, прежде чем говорить про метод, да, стоит сказать о том, как метод появился, да. Да, часто этот метод ассоциируется с именем Берта Хеллингера, и Берт Хеллингер действительно много сделал для метода системной расстановки, вот, но, тем не менее, он не был первым, кто начал использовать эту технику, да, он скорее был человеком, который составил целостную теорию этого метода, описал его, и, соответственно, вместе с Гунхардом Вебером начал издавать книги по этой тематике. Вот, первыми людьми, да, которые начали практиковать, ну, вот, метод семейной расстановки, да, в том виде, в каком, ну, наверное, не совсем в том, в котором мы видим его сегодня, да, но некий прототип этого метода, да, создали, да, психотерапевт Элиаскадис Этеа Шенфельдер, да, я не очень точно знаю, как произносится ее имя, вот, надеюсь, его не коверкаю. Ну, они примерно в одно и то же время начали практиковать этот инструмент, да, с использованием заместителей, кукол, напольных якорей, других проективных инструментов, да, практиковали они в Лондоне и в Берлине. Вот, у Тэшенфельдер Берт Хеллингер впервые увидел семейную расстановку, да, что вдохновило его активно этим методом заниматься, да, и привело впоследствии к созданию целостной теории. Вот, если говорить про основателя метода, про Берта Хеллингера, то важно сказать, кем он был, да, потому что в той или иной форме, да, это повлияло на то, как выглядит расстановка, да, с чем расстановка работает, родовые темы, да, например, работа с предками, не очень понятно, да, как такой инструмент взялся в современной психотерапии. Вот, ну, в первую очередь, да, Берт Хеллингер был священником, он окончил духовный университет в Германии, вот, и работал миссионером в африканских племенах, да, насколько я помню, это были зулусы, вот, он достаточно долгое время жил в Африке, вот, тесно общался с аборигенами, участвовал в их различных ритуальных мероприятиях, да, поскольку сам был связан, по сути, с духовными системами, вот, и у зулусов, да, как бы, как раз-таки, наблюдая за тем, как они работают с предками, да, за тем, как, какое влияние, да, оказывают, скажем так, эти практики на них, да, наблюдая за, видимо, обрядами какой-то инициации, да, Берт Хеллингер, скажем так, также набирался какого-то опыта, да, который впоследствии интегрировал в психотерапевтическую практику, вот, также Берт Хеллингер был исследователем групповой динамики, да, и феноменологического подхода, да, это, с групповой динамикой он много работал и во время своего пребывания в Африке, так и уже после, да, когда вернулся в Германию и стал психотерапевтом, вот, соответственно, вначале он занимался аналитической психотерапией и активно исследовал, да, те техники, которые в то время были распространены на рынке, скажем так, вот, в том числе изучал семейную психотерапию, да, Вирджинии Сатир, терапию первичного крика, да, Енова, да, ездил на семинары в Америку, вот, в общем, в целом активно участвовал в психотерапевтической жизни того времени, вот, и метод системной расстановки, да, это не что-то, что появилось там внезапно, не некий прорыв, да, который в один прекрасный день инсайтом озарил Берта Хеллингер, да, это некий, некое естественное развитие психотерапии того времени. Вот, ну и, соответственно, Берт Хеллингер после того, как он столкнулся с семейной расстановкой, да, начал этим методом активно работать, и ему принадлежит как раз-таки целостная система, да, принципов работы в этом методе. Вот, какие методы психотерапии легли в основу расстановок, да, как я уже сказал, да, расстановки были неким результатом эволюции психотерапевтической мысли 20 века, вот, и на них влияли самые разные школы, да, которые предшествовали появлению расстановок. Да, это и транзактный анализ Эрика Берна, да, Хеллингер также активно занимался этим направлением. Вот, возможно, знаете книгу, там, игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры, да, то есть это внутренний родитель, внутренний ребенок, внутренний взрослый, это подход Эрика Берна, да, и его работа с ролями, да, подтолкнула в том числе, ну, как бы к созданию методологии работы с ролями в семейной расстановке. Вот это семейная психотерапия, семейная скульптура Вирджинии Сатир. Также, да, метод, который работал с, ну, с семейным контекстом, да, рассматривал человека как сумму причин, да, сформированными еще в его, там, родительской семье, в родовой системе, вот, и как раз-таки семейная скульптура, это некий прототип, да, семейной расстановки в том виде, в котором мы видим ее сегодня. Вот, это фенологический подход Гусерля, ну, один из принципов расстановок, это, как бы, принцип феноменологического подхода, да, когда мы работаем с тем, что проявляется непосредственно здесь и сейчас, да, в том контексте, в котором мы работаем. То есть мы опираемся на реальность, а не на некие теории, психотерапевтические конструкты, да, в своей работе, да, то есть мы не классифицируем, не анализируем, мы работаем с тем, что проявляется здесь и сейчас. Вот, это психодрама Якоба Морена. Морена был первым, кто использовал сценические техники в психотерапевтической работе, да, да, соответственно, психодрама, также достаточно распространенный инструмент, да, групповой терапии. Вот, групповая динамика и теория пульта, групповая динамика и теория поля Курта Левина, концептуальная терапия и принципы системного уравновешивания, гипнотерапия Милтона Эриксона, провокативные техники Фрэнка Форелли. Вот, ну, если говорить про Милтона Эриксона, то это известный гипнотерапевт, да, с 20 века, который работал с историей, работал с метафорой, работал с парадоксом, и это также те техники, которые активно в расстановке применяются. Вот, в частности, разрешающие фразы, да, это, которые мы используем в расстановках, это естественное продолжение, да, неких идей Милтона Эриксона, как раз-таки, который использовал похожие разрешающие фразы в своей работе. Вот, как я уже сказал, системная расстановка основана на двух фундаментальных принципах, да, это принципы фенологического подхода и системного подхода. Вот, фенологический подход означает, что мы опираемся на то, что проявляется здесь и сейчас, да, непосредственно в контакте с этим клиентом, да, из его бессознательного. Вот, мы не пытаемся это как-то положить на полочку, а работаем с тем, что есть здесь и сейчас. Вот, и второй принцип – это системный подход, да, мы рассматриваем человека как систему, да, мы рассматриваем его поведение, его бессознательное, его ограничение, да, как следствие определенных проблем, которые возникали в его семейной системе во время его взросления, воспитания, да, и которые также являются следствием проблем в жизни его родителей, да, которые также возникли когда-то при взаимодействии родителей с их родителями и так далее и тому подобное. То есть семья – это некая замкнутая система, в которой, скажем так, есть определенное настроение, определенная атмосфера, да, и когда мы в этой атмосфере растем, да, то мы впитываем определенного рода информацию, да, из семейного поля, из семейного контекста, из коллективного бессознательного нашей семьи. Вот, поэтому наше поведение также, помимо нашей биографии, определяется тем, что мы почерпнули из нашей семейной системы. Вот, и в этом также особенность семейных расстановок. Вот, таким образом, да, если давать определение методу, да, системной расстановки – это метод психотерапии, в котором для работы с внутренними образами клиента используются его проекции на заместителей, карты, фигурки, напольные якоря и другие проективные инструменты. Да, что такое проекция? Сейчас про это буду рассказывать. Вот, проекция – это перенос образа, да, из бессознательного клиента на некий внешний объект, да, например, на человека, на ситуацию или на любой другой объект, да, на который эту проекцию можно перенести. Вот, здесь на картинке изображен тест Роршиха, да, знаменитый. Ну, и он здесь для того, чтобы продемонстрировать вам эффект проекции, да, вот сейчас вы можете посмотреть на этот тест, на эту картинку, да, и уже через несколько секунд в этом чернильном пятне вы начнете видеть какие-то образы, да, вот я, например, в верхней части вижу что-то похожее на летучую мышь, да, или на тыкву хэллоуинскую, да, в нижней части я там вижу как будто двух людей, которые смотрят друг на друга, и это те образы, да, которые бессознательно начинают проецировать на эту картинку, да, то есть это не те образы, которые есть на картинке, да, это то, что я вижу в этой картинке. Вот, это хорошая демонстрация эффекта проекции. Вот, мы в своей жизни постоянно проецируем что-то на окружающих, проецируем на ситуации, которые происходят с нами, таким образом, да, бессознательно нас защищает, заботится о нас, его задача обеспечивать наше выживание. Вот, ну, какие примеры проекции можно привести, да, мы можем идти по улице, например, да, и какой-то человек может показаться нам знакомым. Вот, это тоже пример проекции, да, когда некий лицо человека напоминает нам некий образ, да, в нашем бессознательном, и этот образ мы спроекцировали на этого человека, да, подошли чуть поближе, поняли, что это не он, да, как бы, ну, проекция снялась. Вот, эффект дежавю, да, тоже пример проекции, когда некий образ из нашего внутреннего мира синхронизируется с образом из внешнего мира, вот, и нам кажется, что мы уже где-то видели то, что с нами происходит здесь и сейчас, да. Также мы постоянно проецируем себя там на других людей, да, на персонажей книг, персонажей фильмов, вот, и когда мы сильно переживаем за какого-то персонажа на экране, это тоже эффект проекции, когда мы идентифицировались с этим персонажем, да, то есть спроекцировали себя на него, да, да, или его на себя, в общем, каким-то образом за счет этого эффекта вошли с ним в контакт. Вот, ну, и мы постоянно проецируем что-то, да, из нашего прошлого на то, что есть в настоящем, да, проецируем детские страхи на текущие, там, отношения на текущие ситуации в жизни, проецируем предыдущий травматичный опыт на текущий, проецируем наши внутренние конфликты на внешние ситуации, да, и снова и снова с этим сталкиваемся. Вот, соответственно, проекция может быть как осознанной, так и неосознанной, да, неосознанная проекция тут, когда, ну, вот вы идете по улице, да, и спонтанно, да, что-то вам привиделось в поведении другого человека, да, или в ваших отношениях, да, партнер делает что-то, и вас это сильно задевает неадекватно той ситуации, в которой это произошло, да, это тоже некая травматическая проекция из прошлого, да, когда вы чувствуете те чувства, которые относятся не к настоящему моменту, а к предыдущему, к прошлому. Вот, ну и, соответственно, осознанная проекция, это вот то, что мы сделали перед этим, да, это когда вот мы, вот сейчас, когда я говорю, например, что вы можете увидеть тыкву, да, вот в верхней части этой картинки, это будет осознанная проекция, да, вы вызовете этот образ тыквы, да, как бы и перенесете его на, скажем так, на эту картинку, и это будет осознанная проекция, осознанный перенос. Вот, соответственно, в расстановках мы работаем с помощью осознанных проекций, да, мы переносим наш внутренний образ на некий внешний инструмент, да, для того, чтобы с этим образом каким-то способом работать, обойтись, исследовать, и так далее, и тому подобное. Вот, в момент проекции часто происходит регрессия к ролям, поведению и чувствам, которые мы испытывали, да, в проецируемом контексте. Вот, это особенно актуально для травматичных переживаний, да, потому что в нашей жизни нас всегда беспокоят как раз-таки вот эти неадекватные эмоции, которые возникают в тех или иных ситуациях, которые не дают нам действовать адекватно. Вот, и эти чувства возникают за счет проекции, да, это проекция либо из детства, да, там, пример страх одиночества, да, когда ребенка, например, в детстве надолго оставляли одного, да, и сейчас, когда он вырос, когда партнер, например, уходит или не звонит, или не пишет, да, у человека возникают сильные чувства одиночества, ненужности, отверженности, и это как раз-таки регрессия, так, к тем детским ролям, которые человек проживал в детстве, да, то есть в детстве он не мог с этим ничего сделать, чувства были интенсивными, да, было чувство бессилия, да, и сейчас, да, человек реагирует таким же образом, да, к которому привык, по сути, реагировать в детстве. Вот, соответственно, с помощью работы с проекциями мы можем находить, да, причины возникновения этой проекции, находить вот этот вот проецируемый контекст и, работая с ним, разбираться с ним, избавляться от беспокоящих чувств, беспокоящих проблем. Соответственно, системная расстановка использует этот эффект осознанно, да, мы можем экстернализировать некий образ, да, человека вовне, мы можем исследовать те проекции, которые возникают, да, мы можем понять, откуда эта проекция берется, да, из какого возраста или из какого контекста, да, мы можем разделиться с этой проекцией, да, проработать ее определенным образом, прожить, интегрировать те чувства, которые были вытеснены в прошлом, вот, вот, и в дальнейшем проекция возникать не будет, да, то есть проблема перестанет беспокоить. Вот, так что, работая со страхом того же одиночества, например, да, как бы это выглядело, да, например, мы экстернализируем образ, да, на заместителей, например, да, человека и партнера, да, вот этого состояния этого страха одиночества, да, и, например, мы видим, что в партнере, да, клиент видит какую-то значимую фигуру, да, больше его, старше его, да, и мы понимаем, что это проекция, например, родителя, да, мы снимаем проекцию родителя, да, мы снимаем с клиента вот эту проекцию ребенка, да, от которого родитель ушел, да, и исследуя эту проекцию, да, мы находим причину, да, что некую, может быть, детскую травму, да, что родитель надолго уходил, ну, в общем, исследуем тот контекст, который проецируется во мне, вот, работаем с ним определенным образом, и после этого у человека перестает возникать такая проекция, да, то есть ситуация перестает его беспокоить, и в своих отношениях, да, он чувствует себя более спокойно, уверенно, когда партнер его, там, надолго оставляет. То есть расстановка, да, дает возможность, работая с проекцией, да, понять, какой контекст проецировался, на проблемную ситуацию выяснить, к какому возрасту или какой ситуации относится этот контекст, да, и проработать его на уровне возникновения, да, и в этом особенно системной расстановке, которая дает ей глубину. Вот, соответственно, почему это эффективно, да, почему это работает? Потому что расстановка работает с образами, да, образы – это универсальный язык сознания, если вы нарисуете дерево, покажете его, там, немцу или американцу, да, он вас поймет без слов, вам не нужно ему говорить, там, на его языке, ему будет понятно, что вы от него хотите, да, что вы ему показываете, вот. И наше мышление, да, оно так или иначе происходит на языке образов, вот. Просто иногда мы эти образы облекаем в слова, да, то есть слова – это следующий уровень, да, скажем так, абстракции. Вот, и когда мы работаем с образами, да, это дает максимально, максимальную глубину, да, и дает, скажем так, возможность работать с бессознательным на том языке, который ему понятно. Вот. Вот, это работа в обход психологических защит, это работа в обход рационализации, да, то есть клиенту становится сложнее, там, обесценить то, что происходит, сложнее каким-то образом своим рациональным мышлением препятствовать, да, процессу терапии. Вот, потому что, ну, если брать какую-то разговорную технику, да, там, все равно любая интервенция, она происходит на уровне слов, да, да, эти слова приходится превращать в образы, да, и каким-то образом работать с этим внутренним образом клиента, да, но просто немножко в усложненном варианте, да. А в расстановке мы можем этот образ экстернализировать, мы можем, его может видеть терапевт, его может видеть клиент, да, да, и работая с этим образом, мы можем на глубоком уровне эти изменения, да, скажем так, производить прямо в бессознательном клиенте. Вот. Соответственно, любая техника, которая работает с внутренним образом, она показывает высокую эффективность, да, там, символ драмы, эмоционально-образная терапия, метафора, история, миф, сказка-терапия, проективные техники, все они работают с образом и работают на языке бессознательном, вот, тем самым давая мощный трансформационный эффект. Вот. Ну, соответственно, как расстановка работает, да, как вы уже поняли, наверное, это работа на двух уровнях, да, это работа с внешним образом, да, то есть работа со сценой, с полем, да, когда мы с помощью заместителей этот образ расставляем, да, или с помощью якорей, или с помощью фигурок, или с помощью метафорических карт, вот, то есть экстернализируем этот образ. Вот. Второй уровень – это работа с воображением, да, с психикой, с внутренним образом, когда то, что происходит на внешнем уровне, да, определенным образом отражается во внутреннем мире клиента. Вот. Ну, и, соответственно, когда происходит изменение внешнего образа, да, допустим, кто-то в расстановке двигается или что-то меняется, вот, что-то произносится, что-то говорится фигурам в расстановках, да, то так же изменение происходит и во внутреннем образе клиента. И это дает мощный трансформационный эффект, который может приводить к катарсическим переживаниям, освобождению эмоций и другим проявлениям эмоционального освобождения. Почему расстановки эффективны? Почему этот метод дает такой высокий результат? Почему я работаю, в частности, расстановками в основном сейчас? Причин множества. На экране представлены основные из них. В первую очередь, это работа с образом, потому что мы работаем с бессознательным на понятном ему языке. И это дает всегда глубину, дает быстрый вход в обход психологических защит и быстрый терапевтический эффект. Это точечный фокус, потому что мы можем сфокусировать расстановку достаточно прицельно на том контексте, с которым пришел работать клиент. Например, клиенты беспокоят страх публичных выступлений. Мы работаем непосредственно с внутренним образом клиента в отношении публичных выступлений. Не все методы психотерапии дают возможность точечно прицелиться в ту тему, в которую клиент приходит. Например, холотропное дыхание – достаточно эффективный метод, который работает с бессознательным, с высвобождением вытесненного материала. Но там практически невозможно прицелиться в какую-то конкретную тему. То есть ты всегда работаешь с тем, что наиболее актуально для тебя сейчас. Но если на сознательном уровне ты хочешь поработать со страхом публичных выступлений, отнюдь не факт, что во время сессии холотропного дыхания у тебя встает именно эта тема. А расстановка, в свою очередь, дает возможность точно сфокусироваться на том, что человек обеспокоит, и дать ему именно тот результат, который ему нужен уже в конце сессии. Третья причина – это работа с внешним образом. Это вот этот эффект 3D-психотерапии, когда с помощью экстернализации внутреннего образа клиента терапевт может видеть, тоже этот образ может его воспринимать. Это дает такой большой простор для творчества, потому что когда ты видишь образ клиента со стороны, ты можешь видеть ограничения этой картины мира, можешь видеть пути к решению этого внутреннего конфликта, и непосредственно наблюдать за этим точно так же, как наблюдает клиент. Вот это еще одно значимое отличие системных расстановок, вот этот эффект 3D-психотерапии. Следующее – это то, что заместители в расстановках или якоря для проекции, на которой мы проецируем наш внутренний образ, они помогают удерживать концентрацию. Те, кто работают с образами, с бессознательным клиентом, знают, что не все клиенты, которые приходят, могут длительное время удерживать концентрацию на воображаемом образе. И это то, что часто не дает работать эффективно и быстро, потому что человек говорит, что я не умею воображать, не могу представить. И из-за этого работа тормозится. А когда мы работаем с внешним образом, когда у нас есть некие якоря для проекции, клиенту очень легко соприкасаться с этим образом, легко удерживать концентрацию, фокус, внимание, и этот образ восстанавливать в своем воображении, когда он смотрит на заместителей или на фигурки, или на другие проективные инструменты. Ну и, наконец, последнее – это мощный трансформационный эффект, опять же, за счет того, что мы работаем с бессознательным на понятном ему языке. Когда мы находим хорошее решение в расстановке, это сильно меняет внутренний бессознательный образ клиента, и в тех ситуациях, которые раньше вызывали для него проблему, происходят изменения, они больше человека не беспокоят. Это дает сильный терапевтический трансформационный эффект. Если говорить про этот эффект, то за счет чего он берется, чтобы не быть голословным? Самое главное – это осознание. То, что мы можем осознать, перестает быть автоматической реакцией, мы можем это изменить. Когда мы осознаем, что, например, наш страх одиночества, связанный с уходом партнера, относится к детскому чувству или переживанию, уже сам факт того, что мы это осознали и направили туда свое внимание, уже снижает вероятность повторения подобных ситуаций. Даже если что-то подобное повторяется, то я могу действовать по-другому. Это одна из причин, почему вот этот терапевтический трансформационный эффект возникает, потому что мы можем очень точечно, беспристрастно посмотреть на то, что человека беспокоит, понять, откуда это берется, и больше так не делать. Второе – это работа на языке сознания, то, про что я уже неоднократно сказал, напрямую через образ, минуя защиты, минуя рассудочное мышление. Это дает этот мощный трансформационный эффект. Это катарсические переживания, которые мы чувствуем, когда происходит разрешение конфликта в поле. Мы также чувствуем разрешение внутреннего конфликта внутри себя. Это дает тот самый мощный терапевтический эффект. За счет зеркальных нейронов в нашем мозгу, которые дают нам возможность чувствовать эмпатию, ставить себя на место другого человека, мы можем идентифицироваться с происходящим в расстановке и воспринимать это на глубоком уровне, на том уровне, который влияет на наше бессознательное. Как выглядит расстановка? Для тех, кто ее никогда не видел, как выглядит процесс? Человек приходит на группу, либо в какое-то конкретное время, либо в порядке очереди, он становится клиентом, заказчиком расстановки. Клиент формирует некий запрос на изменения, то есть, как правило, он озвучивает ту проблему, которая его сейчас беспокоит, и куда он хотел бы прийти, как бы он хотел себя чувствовать. После этого он выбирает заместителей для того, чтобы этот внутренний образ неким образом, неким способом представить вовне, и с этим как-то поработать. Вместе с ведущим клиент этот образ расставляет в пространстве, как он его чувствует в виде скульптуры или сценки. И дальше мы исследуем этот образ, мы исследуем заместительское восприятие, исследуем восприятие клиента, восприятие ведущего этого образа, и вычленяем те бессознательные феномены, которые возникают в этом образе. Затем, если мы видим, что есть, например, проекции или идентификации с какими-то ролями, которые не очень относятся к настоящему моменту, мы разделяем эти контексты, снимаем проекции и исследуем как раз-таки те проекции, которые мы обнаружили, для того, чтобы найти причину их возникновения. Вот, ну и дальше, да, если это травма, мы работаем с травмой, если это лояльность, мы работаем с лояльностью, если там внутренний запрет, работаем с внутренним запретом, ну то есть каким-то образом обращаемся с той бессознательной причиной, которая влияет на поведение человека. Вот, ну и, соответственно, когда в поле происходят определенные изменения, да, вот на сцене, в этом внешнем образе клиента, да, эти изменения воспринимаются клиентом и приводят к изменениям как бы внутри клиента, да, в его собственном бессознательном, в его внутреннем образе. Вот, и, как правило, это приводит к сильным катарсическим переживаниям, да, когда человек сталкивается либо с подавленными чувствами, да, либо разрешает внутренний конфликт, ему становится значительно легче. Вот, соответственно, расстановка, это, каждая расстановка, это возможность решить один внутренний конфликт локальный, вот, и также этим они эффективны, да, потому что это техника, которая дает вполне конкретный терапевтический результат после каждой сессии, который вы можете почувствовать на себе. Вот, последнее, о чем важно сказать, да, это дать некие предостережения, да, по поводу проекции. Я думаю, сейчас уже понятно, что как работает расстановка, да, что она работает с внутренним образом, работает с помощью проекции этого внутреннего образа на внешние объекты, на внешние якоря или проективные инструменты, да, и здесь важно понимать, что когда мы работаем в группе, проекция может относиться ко всем, да, то есть образ, который смещается в расстановку, он может относиться как к клиенту, так и к самому расстановщику, так и к группе, так и к определенному заместителю, вот, и главное искусство расстановщика как раз-таки отличать одно от другого, вот, и вам как клиентам тоже следует это осознавать, да, и когда вы участвуете в расстановках, задавать себе вопрос, а вот то, что сейчас я вижу, да, в расстановке, это относится все-таки к клиенту или это относится к ведущему, вот, потому что очень часто, да, ведущие за счет желания создать, скажем так, некий такой постановочный образ, да, некий драматический, драматическое переживание, драматическое представление, да, начинают смещать свои собственные образы в расстановке, вот, и это, конечно же, не приводит к изменениям у клиентов, а иногда может вызывать у них, наоборот, обострение от внутренних конфликтов, вот, поэтому, когда приходите на группу, смотрите, смотрите на это, да, кто что проецирует и куда, вот, будьте внимательны, потому что работа с проекциями, это очень глубокая работа, да, очень глубокие изменения внутренние она дает, вот, и работа в расстановке, да, с ведущим, который не очень экологичен или не очень опытен, да, это может всегда привести к обострению внутренних конфликтов, к усилению беспокоящей проблемы, да, и даже к реатравматизации, вот, поэтому здесь следует с этим методом быть осторожным, он максимально эффективен, максимально точен, это такой, знаете, нож, которым можно и эффективно, готовить себе пищу, да, можно и кого-нибудь поранить, вот, так что, будьте внимательны и осторожны. Вот, на экране несколько отзывов, людей, которые были на расстановках у меня, о тех изменениях, которые с ними происходят, да, там уже после одной сессии, это действительно так, отзывов у меня много, я не буду их все здесь, в этом видео представлять, там можно зайти в инстаграм, посмотреть, там у меня довольно много, но, конечно, не все, потому что отзывов действительно много, и не все из них я выкладываю. Вот, ну и те, кто хочет получить аналогичный результат, да, кто хочет свои внутренние конфликты решить, да, приглашаю на группу, побыть заместителем, побыть клиентом, посмотреть все своими глазами, понять, отзывается ли вам этот метод, вот, и возможно, если отзывается, да, он вам поможет проработать ваш собственный материал, ваши внутренние конфликты, ваши проблемы. На этом это видео подошло к концу. Спасибо вам за просмотр. Пишите свои мысли и комментарии под этим видео, задавайте вопросы, на все их я буду отвечать. Не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, чтобы оставаться в курсе последних событий. Напоминаю, что в описании к этому видео вы найдете ссылку на мой сайт, да, где вы можете ознакомиться подробно с моими услугами, а также скачать чек-лист, памятку для заместителей и гид по системным расстановкам. Вот, если вас интересует работа со мной, да, вы хотите поработать со мной лично в терапии или в группе, да, в системных расстановках, пишите мне в социальных сетях, пишите мне в личных сообщениях, оставляйте заявки на сайте. Вот, желаю вам всего доброго. С вами был Евгений Базаров. Счастливо. Чтобы узнать больше о методе, задать свои вопросы или просто познакомиться со мной лично, оставляйте заявку на сайте и мы обсудим все вопросы по телефону или в скайпе. Также вы можете связаться со мной в социальных сетях. Под этим видео вы найдете все ссылки и необходимую информацию. Субтитры сделал DimaTorzok